По традиции чего-кого, ребятки, всем отличного дня, прекраснейшего настроения, а на дворе у нас грядут очередные праздники. Спросите, какие? Сразу отвечу. День всех влюбленных, день Святого Валентина. Кто-то его празднует, кто-то не празднует, но тем не менее, я считаю, что этот праздник, такая вот разминочка перед праздниками более серьезными, 23 февраля, 8 марта, те самые праздники, когда влюбленные люди дарят друг другу подарки, это может быть носки, может быть крем для бритья, но может быть и новенький айфон, может быть Porsche Cayenne купе, может быть какая-то поездка на Мальдивы, но вот для души, для души лучше, конечно, дарить подарки, которые сделаны собственными руками, с любовью, подарки вкусные, которые согреют и душу, и сердце, и, естественно, желудок. И тем они ценнее, если они сделаны руками мужскими, потому что, ну, как-то не привыкли девушки, когда мужчина одевает фартук, идет на кухню, встает за духовку и выпекает какую-то вкуснятину. Сегодня это будут имбирные печенья. Девушки сразу скажут, да, в смысле, это же очень просто, а пацаны скажут, бро, ты чего, это же вообще анрил, это как купить коттедж в вешках и подарить ее влюбленной, даже этот коттедж будет легче приобрести, чем сделать эти печенья, скажу, нифига, ребят, это просто. Я прочитал пару-тройку рецептов, выбрал самый простой и ни разу не пробовав готовить это печенье, сейчас приготовлю его и докажу, ребят, прямо вот в канун праздника Святого Валентина, что это можно, это просто, это вкусно, и это будет очень приятно в вашей второй половинке. Смотрим. Дабы скрасить очень затянутое начало, я быстренько озвучу необходимые для наших пряничков ингредиенты. Это 165 грамм меда. Ну, мед можете любой брать, не обязательно жидкий, можете, ну, абсолютно любой, который найдется у вас в доме. 100 грамм сахара, 1 чайная ложка с горкой корицы, тертый имбирь, я положил полторы чайной ложки, натер сам на терочке, можно уже готовый купить, я люблю натурпродукт, и меня не затрудняет натирать его самому. Далее у нас 2 чайные ложки соды, 130 грамм сливоча, одно яичко, тут у меня 400 грамм уже просеянной муки, и глазурь. Глазурь я взял готовую, ну, не кидайте в меня камни, девушки, потому что мальчики, и так уже, ну, все мозги у них запудрены вот этим всем, вот этим всем, и как из этого всего сделать пряники. Далее у нас тут венчик, я не знаю, как это называется, в общем, пред этой штукой мы будем все это размешивать, и такой вот кулинарный шприц. Сюда мы зальем глазурь и будем рисовать всякие узоры на пряниках, которые, я уверен, получатся. Сегодня можем что-то даже написать, я люблю тебя, сердечки, колечки, все, что угодно. Все, погнали готовить! На первом этапе готовки нам потребуется ковшик, в него мы выливаем мед, вот, стараемся, чтобы ни одной ложечки меда у нас не осталось и не пропало зря, вот. Далее 100 грамм сахара всыпаем, сразу это дело чуть размешиваем, сюда же идет имбирь, также не оставляем ни крупицы, и у нас идет корица. Все, это первый этап. Все это тщательно размешиваем и несем на плиту. Комфорочку ставим на максимум и непрерывно перемешивая всю эту массу, мы доводим ее до кипения, после чего ровно-ровно минуточку и тут же снимаем с огня, иначе у нас сахар и прочие ингредиенты могут подгореть, что нам абсолютно не нужно. Напомню, всего лишь минуту даем покипеть нашей массе и срочно несем ее к столу. А на столе у меня уже заготовлена весьма объемная пиалочка, в нее мы выливаем наш разогретый мед, сахар, корицу и имбирь. Опять же, ничего не забываем в ковшике. И аккуратненько засыпаем в нашу разогретую массу 2 чайные ложечки соды. Сейчас все это дело должно вспениться, увеличиться в объеме, поэтому нам нужна именно большая емкость, чтобы это дело все у нас не убежало. Ну вот, кстати, знаете, вот в рецепте там все пенилось. Я сделал все по граммам, я сделал все правильно, как вот у девушки, у которой я смотрел. Но что-то вот я обещал, что вспенится, но, знаете, пока так мощно прям вот не вспенилось. Так, все, убираю ложку, беру вот этот венчик наш, почему? Потому что дальше у нас туда пойдет маслице, так как у нас все это дело разогретое, масло сейчас быстренько растает. И, собственно, должно чуть остудить эту массу. Для чего? Для того, чтобы туда у нас яичко ушло. Яичко, естественно, в кипяток кидать нельзя, потому что это белок, который, помимо того, что катается вот по столу, оно еще и может и свернуться, и испортить нам наше тесто. Вот. Давайте сейчас растворю все сливочное масло, чуть-чуть дам остыть, и туда разобью яичко. Итак, все взбил, остудил чуть и готов колоть туда яичко. Яичко пошло. Вуаля, не свернулось, яичинка у нас не получилась, и взбиваем дальше. Собственно, все взбито, и начинаем маленькими порциями добавлять сюда муку. Убираем венчик, вооружаемся ложечкой, и по чуть-чуть будем размешивать. После того, как мы засыпали последнюю порцию муки, можно уже вымешивать тесто руками. Кстати, оно достаточно липкое и снова какое-то недружелюбное ко мне. Ну, честное слово, я вот старался очень, чтобы прямо вот с любовью и заботой к тесту оно как-то опять ко мне липнет. Хотя все делаю по рецепту. Это обидно. Тем более в канун Дня всех влюбленных тесто должно полюбить меня. Сейчас попробую. Двумя заботливыми ручонками его. Тут уже почти сердце из него слепил. Ну, кстати, уже что-то выходит, и вот перестает липнуть ко мне. Может, магия Дня Святого Валентина все-таки работает. Вот, такое сердечко. Кстати, скажу, ну, мне нравится. Вот оно, Риле, не прилипает к рученькам. И что нам осталось сделать, это завернуть его в мешочек и убрать в холодильник, ну, где-то так на час. Чтобы с ним было комфортно и легко работать далее. И вырезать наши печеньки. Ну что, ребятки, для финали. Час прошел, тесто у нас подморозил. С ним, надеюсь, станет удобнее работать, потому что оно стало потверже. Цвет, кстати, такой прям уж, как у настоящего имбирного печенья. Вот оно тверденькое, видите. И, собственно, что нам понадобится? Бумага для запекания. Я, ну, чуть присыпал муки, зная себя, что у меня все прилипнет. Вы можете не сыпать, но, как бы, по рецепту у девушки я не видел, чтобы она сыпала. Нам потребуется скалка. И сейчас я попробую все это дело раскатать. Вот это вот самое для меня жесткая часть шоу с тестом, когда у меня начинает сдавать нервы и ничего не получаться. Надеюсь, сегодня все получится. Раскатываем до где-то полусантиметровой толщины. И далее я расскажу, как вырезать необходимые формочки нашего печенья. Поехали! Ну, не знаю. Честно говоря, мне кажется, что я раскатал, как оно надо. Формочек у меня нет. Вот, например, для круглых печенек можно... Давайте попробуем. Оп! Оп! Ну, кстати, вот получилось вроде. Вот, сделал кружочек, так как у меня никаких формочек нету. Далее ножик берем. По всяким рецептам вырезали из бумаги, собственно, лекала, да, по которым вырезали. Но мы попробуем. Ну, что уж, я сердце не вырежу. Давайте. Чай. Каждый из нас художник. Так. Какого размера? Да я хочу большое сердце. Вот так. Какое-то оно треугольное получается. Надеюсь. Вот, кстати, надо было, смотрите, вначале правильно начать. Вот, примерно такое оно. Оп! Чуть хвостик не сошелся. Так, и теперь нам вот сюда вывести главное. Кстати, форму мы потом можем, так как тесто у нас еще мягкое достаточно, мы можем форму правильную подбить. Вот, получилось сердечко. Так, давайте сразу лишнее тесто пока уберем, и его мы попозже еще раскатаем и сделаем еще прянички. Через недолгую паузу, ребятки, я возвращаюсь к вам, триумфальным победителем. Сегодня я No Loser, сегодня я Winner. И представляю пряничную коллекцию 2002, зима 2002. Назову ее, наверное, Любовная геометрия. Здесь у меня куча вот колес от Каена, здесь два сердечка, дом в Вешках, собственно, моя любимая, ну или кукла Вуду. Здесь бутылка шампанского, крест от Сваровский и всякие треугольники с мясом и сыром. Все, уносим нашу пряничную коллекцию в духовку, которую я разогрел до 180 градусов на 12 минут. Пока наши прянички запекаются в духовке, мы займемся глазурью. Собственно, пересыпаем весь пакетик в пиалочку. Так, если мы хотим более гибкую глазурь, мы чуть больше воды заливаем. Если хотим прям тотально заливать поверхность глазурью уже, мы чуть меньше добавляем воды. Я хочу какие-то узоры, ну, надписи может быть, я пока не знаю. Вот, поэтому, собственно, как написано на пачке, 15-20 миллиграмм воды выливаю. Вот она у нас стала розовая и, собственно, размешиваю. Итак, смотрите, вот такая консистенция получилась нашей глазурью. Она меня полностью устраивает и теперь осталось лишь заправить ее в кулинарный шприц и дождаться, пока приготовятся наши печеньки. Итак, шприц заряжен, печеньки я достал из духовки, они полностью готовы. И, как вы видите, моя коллекция 2022, гламурная, потеряла в цене, потому что крест Сваровский потерял форму, собственно, любимая потеряла голову, колеса от Каена свою форму, сердце тоже и дом вешках, ну, вот, такой вот стал. Поэтому цена ему очень-очень низкая теперь. И, собственно, почему? Потому что я положил их очень близко. Никогда не кладите близко печеньки, они все друг с другом слиплись и пришлось их разрезать. Но фиг с ним, я попробовал их уже, они вкусные. И, собственно, вот, давайте теперь пробовать что-то на них рисовать. Ну, кстати, рисуется очень легко. Тут главное уже фантазию и умелые руки нужны. Не знаю, похоже ли это на сердце. Так, давайте я его закрою. Ух ты, ливанул. Вот так вот. Давайте лицо любимой нарисуем. Это глаза. Тут носик. Думаю, ей понравится. На маникюренные ручки. Педикюр. И, наверное, сделаем, что она где-то на Мальдивах в купальнике. По-моему, очень... Давайте еще сережку на пупке, да? По-моему, гламур вернулся, собственно. И, ну, давайте, дом в вешках еще сделаю. Ну, вот так окошечко. Тут труба. Давайте самое... Такое вот колесико от Каена. Литые диски. Еще колесико. Ну, собственно, вы поняли принцип. Глазурь бывает разноцветная. И, собственно, на ваш вкус и цвет можете делать, что хотите. Вот бутылка из-под шампанского. С крышечкой. Но больше всего мне нравится любимая. Она получилась очень суперская, по-моему. Вот это точно исправит все недочеты по форме. Вот такой позитивный человечек, которого, не знаю, как назовут, как вас зовут? Маша, Оля, Даша, Глаша. Собственно, она точно улыбнется. На этой позитивной нотке я продолжу разукрашивать свои печеньки, а вы готовьте так же и не совершайте мои ошибки. Собственно, ошибка номер один – это не кладите их рядом. Ошибка номер два – это более ответственно подходите к форме своих печенек. Собственно, а по вкусовым качествам они получились очень-очень даже достойные. Так что канал Кухня обо всем, ребят. Готовьте с удовольствием вместе со мной, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. А я вне кадра прощаюсь с вами и продолжаю свою работу над своими печеньками. Кстати, крест Соворовский. Вот теперь точно гламур, ребят. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok